Сабрина Алиева активист и эксперт программы «Доступная среда» в Дагестане. Она не понаслышке знает о трудностях людей с ограниченными возможностями в повседневной жизни. Девушка прилагает немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Сегодня Сабрина лично выехала по обращению жителей на отсутствие элементов доступной среды в поликлинике номер 9. В целом пандус неплохой, подняться по нему можно, спуститься тоже. Единственное, возможно, будет проблема зимой, потому что нет покрытия. А вот дорога до пандуса, конечно, ямы, и по ним очень тяжело. Без чьей-то помощи не каждый сможет здесь добраться. Обращение жители Махачкалы направили на прямую линию президентов в июне этого года. Они сообщили, что поликлиника частично оборудована элементами доступной среды, и в ней отсутствуют ее важные составляющие. Например, противоскользящее покрытие на ступенях и пандусах. Тактильная дорожка. Отсутствуют таблички со шрифтом Брайля. Во многих медицинских учреждениях мы обеспечили за счет финансирования программы доступная среда, обеспечили доступ и адаптацию входной зоны лечебного учреждения. И фактически, учитывая то, что все-таки финансовые средства, они ограничены, и заявленные потребности и на сегодняшний день медицинских учреждений, они в полном объеме нет такой возможности профинансировать. И поэтому все остальные мероприятия в качестве образца, да, мы частично адаптируем лечебное учреждение в рамках программы доступная среда, а все остальные мероприятия уже руководители лечебных учреждений получают в качестве консультативной методической помощи. Изменения уже запланированы и внесены в смету медучреждения. Поликлиника номер 9 города Махачкалы включена в программу по капитальному ремонту на 2022 год. Для инвалидов будут оборудованы новые пандусы, специализированный санузел и другие элементы доступной среды. Мы договорились с коллегами, будет такое обращение к меру города Салмана Кадеяеву, по поводу асфальтирования. Постараемся, что в 2022 году данная территория была обустроена целыми администрации города Махачкалы. Общественный народный фронт взял ситуацию на свой контроль и будет отслеживать ход выполнения работ. Карим Даниев, Магомед Магометов, телеканал ННТ, Махачкала.